Привет! Привет, друзья! И мы переносимся сразу же с ходу, с пылу, с жару на канал Петру Алексеевичу Порошенко. А на канале у Петра Алексеевича Порошенко, на пятом канале, сидит известный уже нам Роман Чайка. Роман Чайка, мы пару выпусков ему посвятили, он их посмотрел. А теперь у него в гостях писатель Василь Шкляр. Василь Шкляр написал книгу «Чёрный ворон». Фишка в чём? Я считаю, что любые книги полезны. Если их пишут, значит их кто-то читает. Ничего страшного в написании книг. Нет, я считаю его роман полным дерьмом. Но это не значит, что роман дерьмо. Я, допустим, полным дерьмом считаю много книг, которые внесены в библиотеку классики, скажем так, мировой литературы. Это лично моё мнение. Вы вообще, вы, к примеру, «Тёмные аллеи» читали? Не читали? Почитайте и выскажите своё мнение. Хотя я уверен, что оно может быть другим, не таким, как у меня. Ладно, к делу. И просто я зараз вам відкрию те, чего вы не знаете. А что ж такого он расскажет сейчас про Шкляра? Он скажет, вы точно не читали русскую Википедию? И Шкляр, нет, не знаю. А потом мы узнаем, почему он так отреагировал. Я не знаю, вы, напевно, про себя читали много, но точно не читали русскую Википедию. Нет, я не читаю. А хочется узнать про себя больше. И вот он начинает показывать. Показывает он на экране статью в Википедии русской по поводу Шкляра. Тут есть короткая ваша биография. И вот самый интересный момент, который относится вашего Черного Ворона. Мы вот тут будем читать, если оно немного больше, то, в основном... Он там бекает-мекает, ты линзы смени, диоптрии в этих очках. Но, в общем, строку, которую он будет читать, он уже выделил синеньким. А там сказано, что роман Шкляра «Черный Ворон» стал прикладной энциклопедией русофобии и антисемитизма. Вы... О, зараз, мы трошки с большим, чтобы то можно было вычитать. Вы... Там написано, что вы в своих книгах... Так... Используете обороты про вшиву Кацапню и жидовскую самооборону. Книга «Черный Ворон» Шкляра, «Быстрострала», творческой энциклопедии русофобии и антисемитизма. Ох! Ох! Довольный! Посмотрите, посмотрите, что москаляки написали. А Шкляр выдает. Ну, я вообще смотрю, он такой парень. Мудрый, короче. Он говорит, так это ж комплимент. Такой штуке вы точно просто об этом знаете. Ох! Это ж комплимент. Чайка понимает, что Шкляр не понял и недостаточно возмутился и, ну, объясняет. Уверяйте, творческая энциклопедия. Это русская википедия. А, вот почему он не считал про себя статью в Википедии, потому что он не слышал про Википедию. И эврит, российская википедия. Есть, но тут есть один нюанс. Я зашел на эту статью. Вот эта статья, и она уже отредактирована настоящими украинскими патриотами. По всей видимости, после передачи книга «Черный ворон Шкляра» быстро стала творческой энциклопедией борьбы украинского народа за свою независимость и сохранение своей нации. Но что-то ж там было написано другое. Мы можем без труда рассмотреть это в самом эфире Пятого канала. И здесь сказано, что да, на самом деле быстро стала творческая энциклопедия русофобия и антисемитизма. Но только тут я не пойму, шкляра в ксенофобии, антисемитизме и русофобии в том числе обвиняли вполне себе на территории Украины. И было это не вчера, далеко не вчера, а в 2011 году. Там же сноски есть. Сноски можно было пройти по ним, но не захотел почему-то пройти. Ежи Гофман, известный мэтр, отказался снимать фильм по этой книге, четко объяснив, что книга не антисоветская, а именно антирусская. Это ксенофобия, это путь в никуда. Ведь на самом деле это не просто выдумала российская Википедия. При чем тут Википедия? Русская она или она этруская? Но ведь это было. Было ведь. Да, да. Французские писатели, к примеру, им западло читать по-итальянски тексты. Тьфу, они плюют просто на них. Там, испанские не читают французские тексты. Это, да, так и есть. Все так и есть. У меня такое ощущение, что если бы написали творчую энциклопедию русофобии, то, соответственно, с этого момента все шавки, которые будут монетировать наш эфир, потом будут гавкать всякие. А, и вот как раз таки одна шавка монетирует ваш эфир. С там того боку всякие шарии и инши прислужники хай на це відгавкаются. Ой, извините, не могу остановиться. Все лаю и лаю. Да что же вы все так ополчились? О шкирях, смотрите-ка, про Савченко он рассказывал как раз вчера. По цитатам разбиты и вы там все побачите. И не потребно после этого. Нет. Згадайте облизывание с Шарієм. Ну просто Шарий какое-то вселенское зло. Как будто бы я виноват в том, что на пятом канале тулят откровенную манипуляцию. Потому что не надо рассказывать, что это российская Википедия такая плохая. В антисемитизме Шкляра обвиняли вполне себе украинский издатель Красавицкий, к примеру. Это все с 2011 года тянулось. На цитаты растащили этот роман. И цитаты, которые приведены в Википедии, из этого романа. Да, так это не на самом деле. Из романа. Тема не вчерашняя отнюдь. Зачем надо было вот это вот раздувать, якобы это было вчера. Это украинская Википедия. Большой, огромный, вонючий, скользкий кусок дерьма. Там на самом деле берут, я не знаю, птичка напела, а не в Википедию. В российской Википедии немножко иначе. Они ссылались на определенные источники. Источники, заслуживающие уважения. Ну, как же так? Мы с вами проведемо такие практичные занятия с прикладной русофобией. Потренуемся? О, начинаем прикладную русофобию. А я начинаю как раз таки мониторить. Кстати, я не понял, что он говорит. С той стороны шавки, с какой с той стороны дядя, дядя, украинец, живущий в Европе. Я думаю, они допросятся. Это будет не мое желание, а их принуждение. И сменю гражданство на европейское. Что они тогда будут говорить, мне интересно. Европеец с украинскими корнями. Он тогда не считается с той стороны, а? За последние два столетия, три серьезных российско-украинских войны, правильно? Ну так, по-різному мы нараховываем. За последние два столетия, три российско-украинские войны. Шкляр не согласен. У него четыре. У тебя три, а у меня четыре. А вы как рахуете? Ну, можно четыре сказать. Так и по-рахуете. Починаючи от конотопа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это два столетия, что ли? Приветствую Шкляра в просвещенном 19 веке. Я думал, ты Лев Толстой, а ты на деле хуй. Простой. Вы знаете, как выглядят, когда привозят наших убитых российской оружием и россиянами хлопцев в містечко и село, например, Украины? Чшшш. Фейк. Начинает зарождаться фейк на президентском пятом канале. Он спрашивает, знаете ли вы, когда привозят наших ребят убитых в села, там, в города. И что он хочет сказать? Что стоят на коленях. Люди стоят на коленях, когда встречают, когда приезжают в Груз-200. Вы же видели, в этом моменте, когда фактически все местечко выходит и с молитвой на коленах встречает. Но что-то хочет другое показать. И тут в этот момент Шкляр, он постоянно выбивается из орбиты вот этого вот работника. Он там шавкой на... Это ты шавка, дружище. Ты шавка, которая лает, бегает, нюхает, что надо там. Что-то там кушать ей дают. И вот Порошенковская шавка, работающая на канале Порошенко. Ты про власть президентскую и рта не раскроешь. Никогда. Шкляр выбивается из общего этого самого, из орбиты и начинает говорить, что а на самом деле еще в этих селах потом идут прокурорские там... Но это не то, что хотел сказать Чайка. А я вам покажу инший вариант. Вот свежачок-с. И местечко стеет на колено, а потом зайдет в вечере до ресторану провинционного, и там сидят прокуроры, отзначают свой день на гетки святки. Тихо, тихо, Шкляр. Мы совсем о другом хотим сказать. Мы хотим сказать, что вот у россиян совсем по-другому, потому что они встречают на коленях освобожденных футбольных хулиганов. А я вам просто покажу, насколько выглядит прерва между нами и оккупантом. В России, знаете, вот это сейчас встречали этих русских нациков, которые на футбол ездили. Помните, этот мордобой Франции, их в Марселе тримали в тюрьме, вот это саме тих... Знаете, как их встречала Россия? Вот так, на коленях. Да ладно, я не верю. Не может быть на первом, по сути, канале, канал Порошенко, президента Украины, россияне встречали хулиганов футбольных на коленях. Мы живем в свете, где фактически одни и те самые выглядят церемониально, я не знаю, это даже символичные знаки. Этим он хочет показать, что россияне сдвинуты. На самом деле прикладная русофобия. Давайте зайдем на сайт. О, это помойка из помоек, деловая столица. Раньше они что-то из себя представляли. На самом деле встречают на коленях. В руках микрофон, сзади камеры. Вы поняли, да, что происходит? И он, если он не совсем тупой, я оставляю ему один шанс на то, что он не совсем тупой, и понимает, что журналист стоял на коленях для того, чтобы не перекрывать обзор камерам. Это вполне типично. О, не хочешь рассказать на пятом канале вот про это? Если там на коленях просто, то вот перед Порошенко... Смотрите, ты наш бог, Порошенко, вот девушка стоит, парень вообще лежит уже. Лежит для того, чтобы свое почтение выказать. Смотрите, просто пресс-конференция Порошенко. Они так унижаются. Ой, между нами просто пропасть, просто пропасть. Но не скажет он этого на пятом канале, потому что он шавка Порошенковская. Когда героя встречают на коленах, и когда нацика встречают на коленах, мы живем в свете, где одними символами мир и война окресливаются. Вот так вот родился, знаете, выносился и выродился фейк на пятом канале. Самый унилый, самый дебильный за последнее время, который я только помню. Президентский канал. И суспільство готово вот, власне, вжити в таком зазеркалье, дзеркалье. Вот, я имею на виду, и наше. Готово ли общество жить? Ну, видишь, ты ж живешь, ты даже на пятом канале эти фейки распространяешь. Поэтому общество, пока что в Украине, готово жить вот в таких вот реалиях производства фейков пятым каналом. Ну, а теперь, любимая рубрика Чайки, пожалуйся. Здесь он жалуется на Добкина. Добкин разместил у себя в Твиттере три рюмки. За Беркут и что-то за отъезд Байдена вместе с Обамой. Допа. Ну, мы знаем Допа и ГПЕ. Допа, да? Добкин. О, что он пишет? За Беркут, за друзей и третье за отъезд Байдена вместе с Обамой. Ну, так себе, жартуе. За Беркут. Разумеете? А у Шкляра трудно проворачиваются колесики, поэтому этот... Ну, это же Беркут, который расстреливал. Вот чужие. Постановление суда есть, а? Памятаете, как это было? За тех, кто расстрелил. Ну, все. Шкляр вспомнил и Чайка продолжает, что фактически никакого преступления нет. Та да, пока что не преступление, а фотографию разместить в Твиттере. Вот. Но ведь по факту-то ведь... Фактически, они не выполняют ворожие действия, они высловляют свою думку. Вы что-то хотите из них делать, они скажут, что вы диктатура, вы репрессиями занимаетесь. Та нет. Ну, при чем тут репрессия, если ты что-то применишь по отношению к человеку, который в своем Твиттере выставил фотографию трех рюмок с подписью? Он же там не написал, давайте разрушим Украину, давайте взорвем там Верховную Раду, нет? Ну, ладно, шкляр высказывается. Та не, это регулируется очень просто. Ну, в других же странах никто не высловляет антидержавных тез. Антигосударственные тезисы. Вот они какие. За Беркут, за друзей, третья за отъезд Байдена вместе с Обамой. Это... в чем здесь... даже если бы он в Америке это написал, то назвать это антигосударственным тезисом весьма сложно. Там же не сказано убить кого-то из вышеперечисленных. То есть дожили, дожили, фотографию разместил, а вот что к нему мы должны применить? Мы что, доколе терпеть будем? Ну, а дальше шкляр начинает рассказывать по поводу руководства страны. И сразу музыка начинает играть. Пора заканчивать нашу передачу. Это руководство наше, оно недалеко втекло от этих. Вот так, а то, а то и... И для того, чтобы прихлопнуть эту крышку логики, шкляр говорит, почему мы называем эту всю сволочь сепаратистскую боевиками. Боевики это бандеровцы. Мы эту всю наволочь сепаратистскую называем боевики, да? Что такое боевики? Это бандеровцы были боевики. А наших героев называем атошники. А надо их называть боевиками. А наших героев называем атошники. Да, да, вы же там еще роман пишете все, заткни, заглохни. Вы зараз пишете роман, да? Пишете роман про УПА. И вот я думаю, знаете, за последние пару месяцев много очень зрителей, англоязычных, начало смотреть. Очень много. И они смотрят клипы в основном с английскими субтитрами, с переводом. Я думаю, доходит ли часто вот до них то, что я хочу сказать. Потому что вот этот сюжет я видел в фильме Женя, Женечка и Катюша. Где старший по званию начинает размышлять на тему, на которую не надо размышлять. А второй, пытаясь к нему подмазаться, а вы там еще про реку что-то говорили, чтобы сбить его с конвы размышлений. Вот то же самое здесь. А вы там еще роман. Не хочется увольняться, не хочется, чтобы пинок подзадали с пятого канала. Хорошо там окопались. Ну, у меня в общем-то все. Если что, ты давай, снимай передачи. А я с удовольствием полаю. Субтитры создавал DimaTorzok